Сегодня крестный ход в Абакане следовал от православной гимназии до строящегося храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Участие приняли все духовенство города, воспитанники гимназии и местные жители. Поводом стал не только один из самых светлых праздников христианской традиции. Возле нового храма владыка Иоаннафан провел торжественную литургию и совершил чин освящения колоколов. Ровно два года назад на этом месте 7 апреля закладывали фундамент. Сегодня, можно сказать, большая часть работы уже проведена. Стены храма возведены на следующий год. Планируется внутренняя отделка. Но самое главное, у храма Благовещения Пресвятой Богородицы уже есть свой голос. Конечно, пока колокола устанавливать не будут, но оценить звучание. И позвонить смогли все желающие. Строительство храма именно на этом месте было запланировано в администрации города 10 лет назад. В то время здесь был большой пустырь. Сегодня новый активно застраивающийся жилой микрорайон. Но на фоне многоэтажек храм не потеряется. Это будет очень стройное архитектурное сооружение. Высокое, около 30 метров в высоту, то есть до креста. Ну то есть высоту с 90-этажный жилой дом. То есть он не потеряется здесь? Нет, он очень хорошо впишется среди многоэтажных жилых домов. И на их фоне будет, наоборот, подчеркнуто красив и смотреться выигрышно. Больше всех строительству радуются верующие, проживающие в МПСе. Ближайшие храмы находятся в районе Загодзерно и Дома ветеранов. Добираться туда неудобно, поэтому многие на службы ездят на другой конец города. Здесь очень много верующих в этом районе. Я сама здесь живу. Хожу в Константина и Елена храм. А буду здесь уже рядышком. Когда возводится храм, о сроках сдачи объекта говорить не принято. Строительство, как правило, ведется на пожертвования горожан и меценатов. Но, судя по хорошему темпу на следующий праздник Благовещения, возможно, основные работы будут завершены. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.